Поскольку сушаник по отношению к минскому процессу никогда не имели, и мы помним унизительную ситуацию, которая была подвергнут Джон Керри, причем не украинским руководством как раз, а Ангелой Меркель и тогда еще президентом Франсу Алантов, была такая ситуация, когда Меркель и Алантов срочно прилетели в Киев, примером был Яценюк, и Джон Керри находился здесь с визитом, и он очень долго, больше двух часов, прождал подтверждение, что его пригласят на встречу. Встреча проходила в администрации президента, Порошенко был, Меркель и Алантов, и эти два часа Джона Керри развлекал Яценюка различными анекдотами, они ходили-пили, веселились, но этого подтверждения никогда не пришло, а не пришло, потому что Меркель и Алантов сказали прямым текстом, что, ну извините, Джон Керри всего лишь был секретарь, если бы он был президентом США, мы, конечно, его пригласили, а поскольку он и глава держав, что здесь будет делать какой-то, извините, недоделанный, благодаря министрам славных дел. Хотя даже единственные штаты от Америки. И Америка не обиделась, но они сделали для себя необходимые выводы, и поэтому, собственно говоря, они вполне логично устранились из этого формата. Поэтому, что они могут сделать? Да, они будут публично поддерживать, конечно, Францию и Германию, но при этом, пока они не появятся в парадигме этих перенегоров, они не будут пытаться каким-то образом продавить свой интерес. То есть они просто делают, еще раз повторю, они не верят в форматы, там, где нет них. Поэтому они попросту из этой платформы устранились. А Уолкер, он показал, что есть другой формат. То есть, если не работает платформата, если там нет американцев, значит, американцы будут придумывать свой формат, где, опять же, место Франции и Германии может, как ни странно, не найтись. Вот, и эти переговоры могут пройти. Но, опять же, повторюсь, учитывая ограничения, которым сегодня и красные флешки, которыми обставлен Трамп, вот, сегодня любые переговоры в формате Трампа-Путина, они принципиально невозможны. А другого формата договориться. То есть, но у него секретарей, там, как будто Уолкер и Суплова, его, к сожалению, нет. Я, в общем, согласен со всем, что говорил Тарас. Мне кажется, то, что мы сейчас видим, это просто одностороннее действие, соответственно, со стороны Соединенных Штатов. Уолкер явно приехал со словами о том, что мы будем поставлять летальное вооружение. То есть, вы, ребята, там, значит, вы что будете на эту тему делать? Ну, соответственно, прозвучал ответ сегодня, что мы на эту тему не будем делать ничего. Вот, потому что это, принципиально, ничего в зоне конфликта не меняет. Это летальное вооружение касается невозможности устроить новое наступление, но оно, как бы, в планах, там, не фигурировано. Ну, а ты как расценил Слава Путина о том, что если вот кто-то сюда поставит зону конфликта, мы поставим, значит, что эта зона конфликта, эта идея, им будет максимально больна. Ну, что он имел ввиду? Ну, не, мне кажется, что он так и сказал достаточно абстрактно общую угрозу. Он же сказал, что вооружение в зоне конфликта достаточно, что... Сам видел, сам считал. Что эти вооружения отобраны в стомистических батареумах, он сказал, да, то есть, но это не важно абсолютно. Вот, что, там, достаточно то, чтобы решать любую боевую задачу, и поэтому поставки этих вооружений, они, собственно, ничего и не меняют. Ну, на мой взгляд, это, вот, переводя это с путинского на русский, да, это означает, что мы делать ничего не будем, да. И, ну, там, практически наверняка Волкер про это и говорит. А вот история с миротворцами, она, конечно, явным образом переворачивается, значит, процесс обсуждения, потому что Петр Алексеевич многократно говорил про этих самых миротворцев, которые надо вести, соответственно, Соединенные Штаты в явном виде эту тему поддержали. Путин, типа, сейчас сказал, что он, по-видимому, тоже это поддерживает, но если миротворцы будут стоять по линии разграничения, что вместо того, чтобы, значит, конфликт останавливать, это его, понятное дело, консервируют. Понятно, что для украинской стороны идеальным сценарием тоже было бы, чтобы миротворцы стояли по линии разграничения, но только не по линии, соответственно, ДНР и ЛНР, а по линии границы, соответственно, Украины и России, но, наверное, самым оптимальным с точки зрения прекращения конфликта, если бы они стояли посредине между этими двумя линиями, то есть вот, и действительно мы занимались миротворческой функцией. Думаю, что в ближайшее время мы будем видеть там трудные очень, и я не уверен, что результативные переговоры на уровне ООН, чтобы это было сделано, потому что, главное, это проблема даже не с тем, чтобы эту операцию профинансировать, я думаю, что это принцип решаемый на больших вопросах. Они большие, они очень дорого стоят эти миротворческие акции, но главная проблема, а чьи войска-то туда посылать? То есть, здесь кого не возьмешь, это сборок конфликта. Я думаю, тебе нужно использовать белорусский. Из Бирмы, конечно. Из Северной Кореи. Ну, в Северной Корее тоже можно, да. Ну, короче, вот это вот является, мне кажется, будет являться основной проблемой.